Пусть и жизнь ведет души истинны, И жизнь в детстве, и вся исполняет Сохрой ищет благих, и жизнь в водах, Сделюх и веселье стерны, и очистены И всякие скрены, и спаси Божьей души нашим. Никита, попроси благословения. Господи, благословенность на это занятие Открой наше сердце и душу принятию слов Твоих. Помоги нам воплотить его в жизни. Чтобы оно приносило нам пользу. Будь милостен к нам вешеним. Тебе же за все слава и кивяков хранится. Аминь. Вы зиму березаете? Конечно. Почему ни одной стилки нет? Ну, не знаю, камера у меня нет. Да все это вместе могли скинуть и купить. Люди-то в мире ждут это. Ну, учатся на этом тысяча. У меня три ролика. На одном ролике только 71 миллион просмотров. Но ясное дело, что аудитория у нас побольше этой. За целую зиму нет. И батюшка разницы никакой нет. Как это так? Ну, поехали. Книга Откровения. 13 глава, 12 стих. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Толкование. Лжепророк будет не только говорить словесно, воздействовать на людей, но будет и действовать ложными делами и чудесами увлекать народы. Он действует перед ними со всей властью первого зверя. Здесь видна подчиненная роль уже пророка. Он действует не от себя и не для себя. Он действует перед ним, то есть с ведомой волей антихриста, первого зверя. Перед ним отчитывается и от него получает поддержку, помощь и силу. Свои дела пророк совершает со всей властью первого зверя. А первому зверю, антихристу, дано было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Эту власть, которую допустил Бог иметь антихрист, он передает своему пророку, чтобы тот подчинил ему душу всех людей. И в этом подражание Христу, который также свою власть, полученную от Отца, передал своим ученикам и апостолам. Матфея и Евангелие от Яма. Этой властью, полученной от Антихриста, лжепророк заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Как Иоанн Претеча приготовил людей поклониться Агнцу, имеющему быть распятым и воскресным, так лжепророк приготовил людей поклониться Антихристу, так же подражающему Христу, лжесмертью и лжевоскресеньем. Вот сегодня пришел указ, чтобы в церкви все закрыть, в домах не молиться. Всякое упоминание о христианстве, о Библии, издать и в книге должны быть изъяты. Сразу почувствуют люди, ему дана власть. А можно избежать, нельзя. Ну а люди, люди, которые верят, они сохранят в ущельях, там где-то подземельях. Ради избранных гниди сократятся. Общее время его царствования 7 лет. 3,5 года подготовка там по отдельному государству, а потом всеобщая мировая власть. Границы исчезают, как не будет, там Китай или кто-то. Одна страна на всем земном шаре. И вот это, что сейчас делают, это все пробное. Вот у меня в одном стихотворении написано, что следующее будет, Оспа, Оспа. Это в сотню раз больше будет жертв. А как вы знали? Жития Конана и Саврянина. И сейчас объявляют, уже 5 стран объявили о начале Оспа. А это не то, что было пробное, что ковид, это лечили и все, а тут ничего не будет. Чуть ли не в 750 раз больше. И как будет? Вот сегодня и готовься, ищи. А это милость. А власти эти, они... Вы считали про Жириновского? Кто он такой был? Как он умер? Умер. У него розыта метр восемьдесят, там, пять, или сколько-то было, не знаю, где-то. Как он выступал? Он собой совершенно не владел. Буйный, весноватый. Женщина, там, несогласно, схватил, заволся, прям в Государственную Думу, потащил ее. Материца курит, и там внебрачные дети, там, от скольких жен только Иисус. Человек Бога никак. И вдруг Патриарх его хоронит. Склонился в гроб, похоже, целует. И мы должны идти к этому Патриарху. А перед этим он выступил сам, в Наморднике, и зал весь там, в Думе. Сколько в прошлом году сделали? Сорок миллионов уже. А сколько они, которые не приняли? Семьдесят. Это саботажники. Это последнее выступление. Их надо арестовывать, кто не принял этого. Арестовывать. Я сказал, это последнее выступление, он больше не будет здесь. Он буквально на следующий день спекся, и на этом конец. Это все враги, саботажники. А он восемь раз себе это делал. Он все знал. Больше других. Не знал только про свою душу и про тело. Что тело начало разваливаться. И вид делает, что ничего нет. Они умер, где-то неделю держали его мертвы, пока сообщили. А могло быть по-другому? Никак. Все к этому шло. А нам что делать? Ничего, как жил, так и живи. Главное, запомни, никого не бойся. Никого. Вот мы в молитве, каждая утренняя молитва у нас записывается. И мы считаем. Господь сказал. Будут глады, то есть голод. Моры. Моры. Ну, мор – это вот болезни вот эти. Моровая язва. Моры. Зимы тесения, войны. Восстанет брат на брата. На народ, на народ. Царство на царство. Народ на народ – это революция внутри. Разделение. Навальный это разное. А царство на царство – это вот одна государство с другим. И Господь дальше говорит. Всему надлежит быть. То есть это надлежит быть. Господь, а можно избавиться? Никак. Только приготовиться. Так и верно страдать. Раз избранных гнити сократятся. Понимаешь, как вот? А сегодня начинают. Я изобрету, что-то сделаю. Медицина мне поможет. Нет. Это наоборот. Сегодня все это говорят. Мы должны только благодарить Бога. Что Он нам это открыл. Мы живем свободно. Деревья, конечно, дольше продержатся. Одним горохом, Игорь, тут прокормят полреспублики. Я глядел, как. А горох это хорошее. Его только раздробить, чтобы размокало. А в городе ничего нету. Холодильник на один день. Пусто. Всяким народом. Языком на речи говорят. И племени, которые не государственные находят там где-то. Ну, в джунглях там 140-180 человек. Вся нация. И они будут подчинены этому. И вот мы это считаем. 13 глава должно быть, да? Да, 13. 13 глава. Самая страшная глава на всю Библию. А где? Нигде. И дано было ему вести в власть. Битву со святыми и победить. Ни одна религия в мире не предсказывает свою кончину. Так сдать все ресурсы. И он победит. А верные спасутся. Что интересно, когда они стали угрожать, что на Москву там больше 150 ракет могут сбросить только одновременно. Один прах и пырь останется. А президент сказал так. Ну да, мы умрем. Мы умрем. Ну и вы все передохнете. Потому что все отравлено будет. Слышала? Так подхватили это его выражение. Он сидит и улыбается. Ну и так и есть. Бояться не надо. Они вплотную границу подтягивают эти ООН. НАТО. НАТО есть, Европейский Союз. И вот что сейчас там делается? Меня спрашивают. Что делать тогда так? Сложить оружие, сдаться? Это меч Господний. Из России пришел. За то, что они развращали Россию. И вот это ложное крещение, там все бритые оттуда. Это все оттуда. Все ереси оттуда. И Господь... А почему? Иеремия 48-10. Проклят. Кто дело Господне делает небрежно. Самый главный стих сейчас. Проклят. Два проклятия. И дальше проклят, кто меч Господень удержит от крови. Вот я буду молиться. Господи, дай там победу в Украине и России. Проклятие навлечешь. А проклятие, а то у тебя все не так будет. У тебя будет техника давить, резать. Ну, Господь... Ну, ангел-хранитель нас сохраняет-то. Защищает. Вот представь себе. Избили самолет где-то около полутора километров. И он бы парашют этот не раскрылся никак. Он падает. Ну, стопроцентная смерть. И надо падать на склоне большого оврага. Стоит елка. Он падает на ветке, по ним скользит. Метра два снег, и он туда ушел. Даже не сломал ничего. Вот два метра в сторону он бы уже был неживой. Туда был бы неживой. Но пояс у настоящего человека, Алексей Берестов, ноги отрезали, он стал. Вот пример нам оставленный. Никогда, чтобы ни один враг не услышал от нас, что я сдаюсь. Мы знаем, в кого верили. Он нам дал силу. Мы для этого собираемся. Пошли дальше. Тринадцатый четырнадцатый. И творит великие знамения. Так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обращает живущих на земле. Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет раму, отмечая жив. Поколение. Вера нуждается в удостоверении чудом. И вера в Антихриста также будет нуждаться в этом. Сейчас нам говорят. Покажите чудо, и мы будем верить. Что ж, великие чудеса будут совершены лже-пороком. И поверь, по своему эффекту и грандиозности чудеса лже-порока названы великими. От такой чудотворной деятельности говорил и Христос. «Восстанут лже-христы и лже-пороки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Матфея 24.24 Какова природа ложных знамений и чудес определить трудно. Это может быть и обман, и наваждение, и инсценировки, и явления, совершенные с помощью науки, и действительные чудеса, совершенные дьявольской силой, как, например, чародейство, колдовство, магия. Для великого отступления нужны будут и великие чудеса. И вот Иоанн описывает чудо, которое будет совершено лже-пророком. Огонь низводит с неба на землю. И это чудо всегда было особым знаком божественности. Удостоверение восхождения небесного на землю. Бытие 15.17.3 Царство 18.38 Лука 9.54 Совершил это чудо и сатана в Ветхом Завете, когда он по пущению Божию низвел огонь с неба и попалил стадо праведно Ивова. 1 глава 16 стих К тому же и пророки Илья и Енох будут поражать огнем своих противников. Чтобы противостоять им, лже-пророк будет совершать подобные знамения. И низведет огонь с неба. Комментарий Геннадия Фаста Возможно, чудом низведения огня на землю, лже-пророк будет пытаться противостать явлению схождения благодатного огня на гробе Господнем в Иерусалиме. Но это чудо будет совершено перед людьми, а не перед Богом. Ибо это лже-чудо и не есть проявление высшей реальности неба. А целиком рассчитано на эффект перед людьми. На то, чтобы обольстить их. Все эти ложные чудеса лже-пророк совершит, чтобы обольстить живущих на земле. Ему не дастся обольстить тех, которые ходят по земле. Душой живут на небе, и там имеют свои сокровища, которых жительство на небесах. Те же, которые не только телом, но и душой живут на земле, только о земном помышляют и к земному прилепляются. Те будут обольщены лже-пророком и примут антихристом. Поэтому, Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Так лже-пророк будет творить свои знамения перед антихристом. «Чего можно для себя взять здесь? Прямо на сегодня?» «Не искать чудес?» «Да, главное. Если ничего, ты себя не берешь, то ничего и нет. Предсказал Господь, что будет, и все будет неотменно. А монастырь и монастырь, и все, это первое же не будет разрушено. Ночевать не верю. Люди считают, вот я приму, это начертание тут зверя какое, 666, и он меня не тронет. Нет, этого недостаточно. Ты должен подтвердить росписью, что во Христа больше не веришь и считаешь эту религию обманчивой. Все. Вот мужчина, там пишет уже не он, а его родственники. На работу не принимает дальнобойщик. Ну, ему сделали, что надо, и он поехал до дома, уже не вернулся, дорогой умер. А из-за чего? Детей кормить надо. А теперь дети вообще сироты остались. Потому что иммунная система вся в гребезге разносится. Люди того не знают, что все это гостинцы и готовили 75 лет. Сегодня трудно найти даже человека, который не заходит в интернет и не бывает. А там все данные. Поэтому вопросы какие, давайте. У нас по интернету идет часовое задание. А вот как-то ровно сейчас прошел, полчаса мне отдает. Я отвечаю на вопросы. Полчаса. А вы говорите, а другой не поверит. Он не может не поверить, он поверит. Потому что я сразу ссылаюсь на местописание и говорю не я, что Дух Святой сказал. Так он не вер. Ну, не верующий разговора нет. Вот эти волхвы, и они, и амбри, которые чудеса совершили ложные во времена Моисея. Ну, понятно, это бесовской силы, понятно. А подробности вот этих вот, почему они это сделали, есть какие-то в предании церковном или нет? Именно по этим чудесам. Что мне переводчик нужно. Да, я не знаю. Ну, ты понял, что я даю. При Моисеи волхвы, которые чудеса творили? Да. То есть есть ли в предании церкви, в предании церкви какие-то подробности на эту тему? Нету больше, ничего нету. Вот там Павел упоминает, и они и амбри творили в житие святого Макария Александрийска до 19 января. Там говорится об этом. Когда он решил посмотреть, как они там были, а бесы их охраняли. И он еще не дошел, 70 бесов в воздухе летают и не пускают их туда. Он говорит, посмотрю, и уйду. Черт, беснуйтесь. Ну, и он посмотрел. Банья в колодец, куда к серпе. Все сухое, фрукты висят. У них сады там были на пустыне. Все как в Порховке-Текатроне, пыль пошла одна. Ну, он побыл там, посмотрел, помолился и ушел. Он такой любопытный был. Макарий Александрийский. Он всегда пошел, когда, сказали, вот там на горе Фрачевской, гора такая называется, в области Фрачевской относится. И он туда пошел. Ну, едет, идет дорога, это пустыня. Он тогда сделал эти разные штырьки-то, поставил. Пройдет там сколько, опять поставил. Ну, обратно-то выйти надо как. Куда обратно-то пойдет-то? Ну, и когда прилег спать, утром встал, а он уже прошел, может быть, километров двести. И все бутыльки, эти вешки, все собраны, около головы лежат. Все. Дьявол взял, говорит, он посмотрел, и да, я на Бога плохо надеялся. Хорошо, что без них и пошел дальше. Дьявол взял, собрал все вешки, около головы положил. И вот он к нему пришел, и как они встречаются. И он беседует с ним. Вот это жития, говорит. Дьявол до того меня, говорит, не любил, что я посидел, что я здесь, гора бесом предложил. Они меня тащили. Кожа с мясом до костей продиралась. Вот Игорь первый пришел там за 70 лет. И поговорили, и он так глаза поднял, и говорит, пора бы нам поддержать эту рабыню. Рабыня – это тело, а душа – госпожа. Я говорю, смотрю, рука из воздуха, и в ней лежат два батона, по-нашему сказать. Он говорит, брат, поверь, сколько лет, по одному было. А это два, уже два мы двое. Ну, они закусили, поели, вообще запивали вода у него там какая-то, возле пальмы. И тогда он ее начал спрашивать. А у вас как там, откуда-то, верующая, да, верующая? А вера крепкая? О, очень, там крепкая вера. Там у нас и патриархи. Ну, вот если горе, я скажу, гора, видите, она пойдет? Я говорю, нет, и гляжу, загрохотала, гляжу, гора двигается. Я говорю, нет, точно такой у нас веры. Ах, нет, а какая же у вас вера, например? И гора, я тебе не говорил двигаться, я просто прочитал Евангелие. Вот пришли верить. Я внулю за 19 января. Ему много было открыто. Вот люди идут, я при счастье сегодня. Ну, прищащается. Каждую неделю-то. А он видит, кто прищащается, а там черные эфиопы, смотрите, чертенята. А они в таком виде показаны. И они бегают, бросают цветки. И на кого цветок упадет, прилипнет. И человек тот ищет уважительную причину. Я не могу пойти, у меня пассивная. Другой там еще, я не могу, у меня то-то. А другому вот так подходит и глаза вот так вот закрывает. Вот у меня одна рядом живет. Ей заснуть нужно полсекунды. Вот только сейчас, говорит, ты сейчас все спала? Нет. Пока говорила нет, опять уснула. Секунды нужны. Я говорю, ну, а тебя заснимаю, теперь смотрю. Вот видишь как. Вот у нас был роман, молились когда. Ну, я тоже говорю, помолились, посчитай, пацан, пацан, пацан. Он считает. В конце, я говорю, ты верующий? Да. А почему так считаешь? Как? Я говорю, как будто ты насмехаешься над Богом. Говорю, как я насмехаюсь? Ну, в интонации, ну, скажи мне, когда я спасу себя? Да неужели? Тогда записали, он стал слушать. Вот это я говорю. Ну, ты сейчас записывал, твоя аппаратура. Это я записываю. Ну, Володя, ты записывал, да. Вот мы здесь были с одним знакомым, вашей роднёй, в Шалаше, они, в сентябрь месяц. Ну, и ложимся спать, а там комары на улице бывают. Я говорю, ну, давай, молись. Ну, ещё там где-то умолятся, а, Господи, помилуй, так считает, как будто Бога за грудки берёт. Я говорю, ты что делаешь? Ты просчитай, как мол. Ну, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну, маленько-то, ну, почти так же. Ну, как, ну, скажи, Златоуз говорит, и умильное лицо, и поклоны, и голос, и интонация. Я говорю, Господи, помилуй, Господи, помилуй меня, грешно. Я понимаю. Ну, давай попробуем опять. Господи, помилуй. И сколько я не бился, он так и не мог. Ну, давай за мной повторяю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вы знаете, кто. Или смог, нет, не смог. А почему? Это внутри. А как влияет? Это влияет на всё. Внутри. Это не Господь говорит так. Это другой друг говорит. И поэтому так легко люди отрекаются, там уходят. Нас Господь учит мужеству. Вот в одном месте Андрей Юродивый идёт, а там отпевает. Со святыми упокой. Кадилы только гремят. Со святыми упокой. А дьявол говорит, бессинята бегают, летают у каждого мешки с пеплом. И пеплом на людей сыпят. Зловодная жидкость, а в туалеты вычислили, где-то на покойниках кропят, ну и всем доставят. А люди-то не знают. Поёте, Господи, помилуй, упокой в обительных небесных. Помилуй во всех грехах, да будьте вы проплитые христиане. Это демоны крещат. И вижу, когда он подходит, трезубец, ну как зазубленный, как удочка, и бьёт у него душу, вынимает. И это ему открыто было. А вы верите в это? Я верю. И однажды он там покойника хоронит, а он камушку кидает. Ну люди говорят, совсем сдурелось. Не пройти ещё на другую улицу. А кто-то смотрит. Собака выскочила, и только он не успел кинуть, там оказывается демон был. Он сразу в собаку вошёл, она закрутила, завертела, завизжала. Люди-то не видят и думают, он ещё попало делает. А он людей отгоняет, чтобы не пошли. И он видит, тут наговоренная табличка лежит, и на ней дьявол, ну без. Дьявол обидит и идёт. Куда идёшь, говорит, как куда? Там, назвал там, Потеряевка, Корчина, Церковь есть. Так и ты разве бываешь там, он говорит, ни одной литургии без меня нету. Макария, Египетский. И что он там делает? Он зашёл только, ему вот Господь открыл. Видит, стоит который настоятель, уши обрезанные у него. А что это означает? Он видит веприя дикого кабана. Всё. То есть настоятель принял ереси, а всем было это закрыто. Это жития 2 октября. А что делать надо? Крепто молиться. Дьявол ничего не может сделать. Вот это имя Иисуса призываю. Терпеть не могу. Когда со смирением, с покорностью. А как вы узнаёте? Да никак. Ну, представь. У нас тут один приехал, 2 года назад. Николай Азборти. И взял, да сказал, говорит, священника я был, он сказал, полное погружение. Я говорю, батюшка, у него нет полного погружения. Да ты-то откуда знаешь? Я молюсь, и Господь показал, он некрещеный. А тот тогда понял, что некрещеный. Ты давай к батюшке, да раз, другой ты. Я говорю, батюшка ни разу не отказывал никому. Он добрый вообще. А тут намерто встал. Я говорю, больше ничего не надо. Сейчас ты едешь в Москву, и там пойди найди храм священника, который тебя крестил. Если спросить, как меня крестили, обливанием или полное погружение, старобрядцы. За 350 лет ни одного не мощили, все полное погружение. Ну, можно пример, где-то. Это реально. Меня крестили там держаки. Ну, и вот он дальше разглядывает. Пришел к священнику и говорит, батюшка, я у вас как крещен? Говорит, ну как, полное погружение. А когда крестили-то на 2003-м? О, а у нас купельку в 2007-м построили. То есть он докупели, на 2003-м раньше крестил. Говорит, как, не было еще погружения? Ну, маленькая капля попадет, песком можно, с линьями можно. Я говорю, а почему не ниже взять? Лишь бы сырость была. Откуда вы взяли это? А где я начинаю? Духовный лук, 196-я страница. И они, говорят, когда шли дорогой, и еврей один обратился, молодой. Я креститель, он заболел когда-то смертельно. И они его песком давай сыпать во имя Отца, Сына, Святого Духа. Священники за это сейчас держатся. Я говорю, вы дальше-то считаете? Они когда пришли и сказали Дионисию, епископу, он говорит, не выдумывайте. Я говорю, да, ну вон идите и крестите. Вы дальше-то почему не говорите? Это же обманываете. Песочные. Дальше-то духовный лук на хистенную православию, там у нас это все, весь параграфизм. И все это Украина принесла к нам. Бритая попыр сроду не было. Ах, что тут написано на этом? Прочитай. Гримм. Филд. Филд. Оля. Гриммис. Защищающая природу. Зеленый. Знаешь, какой хороший. Надо еще тут пить есть. Ну вот вопросы. Давайте по тому, что прошли. Если не будете задавать, я буду задавать. Вы скажете, а я не знаю. Не менять права. Потому что уже я спрашивал. И задавали вопрос, значит, вам все там ясно. Ну-ка, хлопцы, давайте. Я наконец-то закончил. Вот закончил. Вот и последний. Так, почему огонь с неба сводит? Вопрос. А откуда он его берет, этот огонь? Я читал в толковании, что чудеса Антихриста будут призрачными. Не по существу, а призрачными. Так, откуда говорят? Ну, здесь написано, что он подражает Христу. Вот, может, в подражании то, что сейчас благодатная огонь, и он то же самое будет. Да? Ему благодатная. На самом деле там никакого огня и нету. Мертвых воскрешает. Он говорит, у тебя где, отец? А ты лукавый-то. Да где, утонул. А тебя охота увидеть? Да как ты увидишь уже полтора месяца, как утонул. Ну, видели, опрокинул лодку бурей. И вот она заходит в воду, раступись, волна раступается. Он скрылся под водой, проходит там минут двадцать, он выводит отца. Это твой отец? Отец мой родной, да... Как только я сказал, да Господь же тебя сохранил. Он зубами заскрешетал, опять ищет, ничего нету. Называется призрачный, обман. Он никого не воскресит, потому что это в руке Божией. И Николай пошел, когда узнал туда, в прошлом году, Николай принял крещение. Тут уже доказано было. Купели не было. А раз не было, значит не крещен. И вот здесь сейчас один, его фамилия, значит, Брау. Это вот Бау у нас вот, а это Брауар. Буквары передали. Альда. Вальдер. Ага, он принял так. Как это Вальдер? Вальдер. Вальдер. И он и о крещении. Священник сказал, в озере тогда будем. Я говорю, ну обманет не будет. Германия. Они уже билет купили сюда. Он, Вальдер, жена Агнесса и трое ребятишек. Маленькие. Ну как обманет? Он же сказал, обманет. Папам делать нечего. Так и получилось. Я не могу, я уезжаю, там на озеро не поеду. Я говорю, а в баке, когда будут, ребятишки будут хватать. Он не будет смотреть. Его погружают, а рука наружу не тронутая. Вот какая блоха. С ее глаз, чтобы не осталось, не обносим. Вот как люди смотрят. Блошинный глаз. Вот ты должен весь под водой быть. Я говорю, он не будет этого делать. Да как не будет? Не будет. А почему? Да это в норме у него. Он причины найдет. Снимать не дает. А в это время там, усатая Наталья, там она приняла крещение, там снимает. И все это видно теперь. Я уже утром получил сегодня. Он принял крещение, сложил руки. Трижды полное погружение. Большая такая, наверное, там, бетон из бетона сделана. Жена сошла. Ну, маленько цеплялась. Он говорит, только руки положи так, священник-то. И его. То есть они крещены. Говорят, теперь надо покупать билеты и снова ехать в Россию. Может, потеряю, чтобы детей крестить. Ну, наполовину. Спина голая, задница в голову. Под воду-то не ушла. Значит, она будет грешить этим местом. Рука сегодня, это, воровать будет. Я уже это знаю. Она не выкупленная. И царствовать мы. Это вчера только они там. Крещение было в Германии. Люди новые, которых никто не знает. Ну, естественно. А как у меня допустят или нет? Тут не знаем. Половина допустят, нет. И решает батюшка. А у нас, когда собрание идет, это рекомендательный характер. Батюшка, за него мы проголосовали. Семь человек было. Четыре не допускать, а три. Батюшка решает сам. Там, если он будет против этого идти, принятого решения, церковно-приходским советом, он будет раскаиваться потом. У нас такая одна была. И проголосовали. Она у матушки тут работает, здоровая девка, учится в институте. Ну, замечательная. И батюшка с ней поговорил, она все ответила правильно. А проголосовали ее не допускать. И что делать? Батюшка придумал, что завтра напишите характеристику без моего согласия. У меня не надо. Я их так настроил, они так и написали. Я объявил выходной день. Я говорю, ты иди туда к Андреяшину, ты иди сюда, другой сюда, на четыре стороны. И напишите, и ко мне не заходите, и к батюшке сразу отнесите. Меня никак нет. Все подписали, что недостойно. Она плакала. У матушки тут работала, она авторитетом пользуется. Ну, у нас спросили, мы приход, какой совет и так далее. И на следующий год, как она благодарила, я была не готова. Все. А быть готовым, вот она на вопросы ответила, учится, голова соображает. И мы не знаем, с чем все это кончится. Не знаем. Нам не открыто. А если открыто? А если открыто, мы тогда ориентируем его и держим. Для крещения нужно три пункта. Первый уверует, первый, он наполовину пункта. Поверить, что ты погибший. Погибший окончательно, все, он не урешь, что в аду будешь. Вот я когда был, от матери я больше не получил, она Евангелие не знала. Она сказала, нельзя танцевать, нельзя там женщинами-делами иметь, нельзя в пионеры вступать. То есть, я все выполнил. Но я точно знал, я его росли. Я буду в аду. Я ни одного матча еще не сказал за 83 года. Ни одной таблетки не съел. И как я крепко держусь на ногах, не падаю пока. И вот если человеку ему открыто, что ты погибший, теперь должен поверить, что за твои грехи умер Христос. А за меня молятся. Да я не такой грешник, как другие. Ну, конечно, не такой. Я не дерусь, я не блудник, не матершинник. Ни одного матча еще не сказал. Но в очах Божьих я погибший грешник. Я знаю, что я погибший. А как вы могли знать? Не знаю. Я ни на него вопрос не умею отвечать. Не знаю, но я знаю ответ. И этот ответ на мне. Я грешник. А в чем ты грешник? Даже сказать не могу. Но я знаю, я грешник, погибший. А как спастись? Я не знал. Теперь я знаю. За грехи, возмездие, за грех смерть. 6.23 послание кремлевым. Возмездие, за грех смерть. Записывай. 6.23 кремлевым. А дар Божий – жизнь грешни во Христе Иисусе. Я в это поверил, что Иисус умер за мои грехи. А раз умер за меня, значит, я искуплен. Он мне родной и близкий. Все это, когда поверишь, дальше готовься к открещению. Полное троекратное погружение. Ты вошел в состав церкви. Но когда поверил, что ты грешник, поверишь, что за тебя умер Христос. Грехи ничем нельзя избыть никак. Я вот с мусульманином стою и говорю, вообрази, что мы работаем на корабле. Я на корабле работаю, действительно. И в это время случилось так, что мы на работе работали. Смертельно опасная работа. Чистить, расширять дно. А там наставлены были мины, заложены на дне. И поэтому нам каждый месяц добавка была. Назвались гробовые. Я не взорвался, но деньги накапливал на похороны. И как? Ну вот, когда Господь уже коснулся, теперь я понимаю, возьмись за грех смерти. За меня кто-то должен умереть. За мои грехи есть. И Христос говорит, я за тебя умер. И кровь свою пролил страданием на кресте. Тебя я искупил. Я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты мне? И вот уже с этой позиции, теперь дальше уже таинство принимать надо. Полное крещение. А он не полный. Не полный, не действительный. Полное в воду как на дно. А где так делается? Потеряете. Благодаря батюшке. Но он все это понимает. В прошлом году там 16 человек было. Он так прошел и говорит, ни одного нету, который еще из меня пришел. Через батюшку. Он понимает. А чего придешь, когда он не в интернете, нигде работы-то нету? На благовестие ни разу ноги не положил. Он осознает это. Но за этим ничего нет. Ну не так так. Не язык Ваня Суворовна. Давай с нами. Пойдем сейчас. Нет. Все. Он с нами сеть. Я прием говорю. Я его зову с собой. Каждый год, когда мы тому же человеку ездим. Зачем? А пойти в соседнее село. Уже мы там давно не были. Многое мы им дали. Библиотека книги лежат. Там теперь грешен. Такая, брат, ситуация. Игнатий Тихонович, а вот как вот смотрится? Сознательно священники признают вот такое крещение и крестят по-своему, не по уставу. Сознательно или по незнанию? Не знаю, о ком речь идет. Мне надо увидеть то и другое. Как я могу ответить? Он неправильно крестит. А как я знать буду, когда вы мне никого не представили? Снимите его на съемку и дайте на рассмотрение, я отвечу. А так еще я же пустословить буду. В чем он не так? Нет, сейчас вот массу вот такую массу. Допустим, меня тоже в детстве мама привела в церковь и делали обряд крещения, то же самое, как в советское время. Палили как-то, я даже не знаю, каким-то образом. Но тогда, когда я узнал по 50-е правило, где непосредственно должно полное погружение, для меня стало ясно, я не крещеный. К одному священнику обращаюсь, он говорит, не сомневайся, ты крещеный. Ко второму, не сомневайся, ты крещеный. К третьему монастыре, она говорит, не сомневайся, ты крещеный. Я говорю, я не крещеный. Я не крещеный. Это массово вот с их стороны, вот как-то вот непонятно. Да. А какой довод? Писание, каноны, 50-е правило апостольского. Если крещался, не в три погружения, а тебе они и говорили, царевич, а священники, да будете извержены. То есть выкинуты, вычеркнуты, больше не священник. А они все почти так делают. Ну как, всех это крещать надо, и все. Как говорят, сдохла бы собака. А так все это. Есть люди, которые с жерном повешенном, говорят, утопить во глубине морской. Они в глубине, вроде, всегда стали живые. Житья, говорят. И вы верите житьям. А другого-то источника нету. Один только. А если не веришь, когда своей сестре Василий Великий, Григорий Лисский, это родные братья, а понимали по-разному. А третий брат тот набрал тому, который совершенно, может, и неверующий. Но их набрали, меня прислушивались по ним. Я начинаю с ними беседовать. Я говорю, вы знаете, что от Христа пришел Дух Святой, от Отца и Сына Исходящего, так католики считают. И он говорит о правде, о суде, о грехе. Какой суд? Только один суд. Ответ. Ибо князь мира сего осужден. А сатана осужден. Не надо думать, что он бегает, где-то там летает. Нет. Это отголосок от него. Тень будущего, благодать, наказание. И когда считаем, это все мы отсюда черпаем. А может быть по-другому. Каждый мой как-то лазейку найти. Может, но не будет действительной. Выход только один покориться. Церкви. Когда ты по Евангелии, вот я рассказываю, «Житие от святых» там было. Ну, это другая книга уже. И здесь. Как мучили их. Вот она ушла на имени. Дома с голоду умирает. Она поднялась и пошла. С ней два сына написано и муж. А там, видимо, женились. Ну, началась эпидемия какая-то. И один умер, другой. Только остались три сына. И остальные все умерли. И его выводят. И здесь теперь начинается как бы новая жизнь. О суде, о правде. О грехе, о правде, о суде. Грех, что он умер за грехи людей, и люди не приняли. Даже все это убрали, ничего нет. Так. Второе. По номерам. Первое. Что мы говорим? Что по Слову Божию. Теперь надо какой вопрос выгонять его туда? А не противоречит ли это Библии? О, надо Библию знать как. И третье. Что скажет по этому вопросу моя совесть? И четвертое. Не будет ли это соблазном для ближних, которые увидят, что я вот такое открываю? Если все да, 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 значит, подавай, супер, езжай. Господь усмотрит. Ну, на все как-то впереди-то были для нас люди-то. И когда считаешь, да, они заботились, да, молились, но по-разному. Нам Бог открыл, может быть, больше всех. А раз много давно не исполнял, много будет любит. Порой будет нас. Господи, не допусти. Потому что боль, которая от ангела будет, она один шлипок будет на все столетия расползать. Вот добавлять нечего. Вам прочитали. Здесь вот эта фотография. А, это черно-белая. Волобуев, он приезжал каждый год, фотографировал. Помнишь, нет? Он уже поехал, какая-то фото-выставка в Москве была и потерялся. И сегодняшний день нет. Уже года три-четыре. Я знаю его страничку в моем мире, туда скидываю, но ответа нет. Кто-то говорит, будто бы слышали, он сказал, что я ухожу в монастырь. Вряд ли. Видели, по наружу наблюдению, он где-то что-то покупал. Видимо, разговор все-таки слышал было. И он говорит, а там какой-то на конкурс был международный фотограф, по-конечной талантливой, фотокорреспондент, журналист. И он говорит, у меня денег хватит на такси доехать до Владивостока. При людях. Выпивший был. А в Москве теряются люди там 11 тысяч там. Тысяч! И никто не знает, где их хоронят, что с ними бывает. Ну и вот все ко мне, каждый звонит с редакции, встречались, нет. Знаете где, не знаю, но тут, понятно, одна жизнь. Вот вы видели, что когда война заканчивалась, 30 апреля, Дитя покончил с собой. Яд-то выпил. Теперь уже все знают, где он жил. В 1972 году Тейко умер. У него были дети. Он отошел от всего этого. Это в Бразилии, или где там, полуостров такой, лес рядом, и охрана там у него, круглосуточная. И это все попутно, что если есть где знать, о чем молиться, как, считай, я хочу. 15 стих. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Толкование. Как в христианстве есть икона почитания, есть икона спасителя, Божьей Матери, святых, так будет создана и икона Антихриста, и учреждено поклонение ей. Здесь мы явно видим, что общество Антихриста будет не безрелигиозным, но с новой религией, с явным культом сатаны. Лже-пророк добьется не только почитания Антихриста, но даже и его иконы. Честь, воздаваемая образу, переходит к первому образу. Так и поклонение иконе Антихриста будет особой формой поклонения Антихристу. Собственно, это будет финалом идолопоклонства. Прежде приносившие жертву идолам, приносили их фактически бесам, 1 Коринфянам 10-20. Здесь же поклонение будет оказано не идолу, а непосредственно иконе Антихриста, посланника сатаны. История повествует нам, что человеческий разум может доходить до такого безумия, как оказание божеской почести человеку. Есть примеры римских императоров. Калигула, Нерона, Доменциана, Декиа. Лже-пророк не только добьется от людей поклонения иконе Антихристу, но и дано ему было вложить дух в образ зверя. О сейх действий уже пророка сказано, давно ему было. То есть все это он совершает не собственной силой, а по хущению Божией он делает все силой сатаны. Мы видим, что ему будет дано даже оживотворить икону Антихриста. Речь статуя была для язычников явным знамением присутствия в ней божества и возбуждала перед собой трепет и поклонение. Есть повествование, что волшебством бесы говорили посредством изображений, статуй, деревьев, вод, даже бывало и через мертвые тела. Симон Волх показал римлянам, как восстают мертвые через тех, коих он воскресил сам. При этом присутствовал апостол Петр и обличил его обман. Именно так, пожалуй, следует себе представлять и говорящую икону Антихриста, а не какое-нибудь изобретение техники вроде телевидения и подобного ему. Образ зверя, в который уже пророк вложит бесовский дух, говорил хульное на Бога. Когда люди увидят эту говорящую икону, то в своеверном страхе поклонятся ей. К тому же образ зверя не только говорил, но и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Таким образом будет совершаться это действие иконы. Нам сегодня трудно представить. Ясно одно, ясно только, какой ужас это произведет среди людей. И поклонение будет уже не из почитания любви, а из панического страха. Таким образом, уничтожены все религии, политические партии и общества, не признающие Антихриста. Кто не подчинится ему добровольно, тот будет к этому принужден, или же его уничтожат. Так Антихрист уничтожает всех своих противников и соделывается всемирным ладыкой и Богом века сего. Господь говорил, увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Матфея 24, 15. Высшее мерие исполнится при Антихристе, когда он сам сядет в Иерусалимское храме, а его говорящие и убивающие иконы будут поставлены во всех церквах. Об этом Иоанн Златоуст пишет, что Антихрист сядет в храме Божьем не только в Иерусалиме, но и в церквах, не только в Иерусалиме, но и в церквах Божьих. Вы один час занимаетесь? Да. Еще 49 минут только, еще 11 минут нашли. Да. Вы все знаете, а как объяснить вот это вот? Из прошлого ролика, знаю, из прошлого ролика, вы говорили в прошлом ролике, что это самый лучший флаг содержит три цвета, которые наиболее это адекватные. Это вот белый, как небо, если я правильно помню, значит, красный, как круг, если я правильно запомнил, кровь, вот синий уже не помню. Но вы рассказывали, что это самый лучший вид флага, который отображает реальность. Я так это запомнил. Ну, просто говорю по старой памяти, потому что несколько лет прошло, уже подзабыл. Красный, все рождены во грехах. Ну, мать родила, небо, синий, небо, смотри на небо, белый, престол Божий. Небо, то есть, помышляйте о горнем, о вышнем. Вот это все рождаются в крови. Католики, буддисты, все одинаково. Какие бы ни были племена, одинаково. Человек начинается и бьется за всю жизнь до крови. Воина. Второе, помышляйте о небе, о горнем, а не о земном. И третье, это 20-е глава, 21-е стих откровения, больше нигде не написано. Видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Это проповедь. Притом, скажите, я мусульман, разницы нет, в крови родился, думаю о небе, судить тебя Бог все равно будет. Это вневременный, внеконфессиональный флаг. Я вот на кораблях, когда работал, и там флаги всего мира, государства, которые имеют выход к морю. Но бывает посредине, они выхода к морю не имеют, и поэтому я их никак не мог видеть. Вот такое дело. и спрашивает, а где вот такую фуражку? Мне тоже такая нужна. Я говорю, ты мне по заказу любимая жена сшил. Вот видишь как, это проповедь. Это означает, у России есть будущее, пока этот флаг. Это уж мое толкование. Ну, давай, считай. Что дальше? Нет, 11 минут. А вопросы можно? Да давай вопросы. Игнатий Игоревич, а пророк Исаия не ошибся, когда писал, сидел в чреве принятия Родинсена и имя Эммануил. Ну, так, 20 глава, 19-й, откровенно, может быть, ошибся мне. Так, повтори вопрос. А Давыдов Эммануил Иосифович, это кто? В Библии. Да где? Давыдов Эммануил Иосифович, кто это? В Библии. Эммануил Иосифович. А то, понимаешь, каким именем мог подписаться Александр Игоревич? Ну да. А все девы в чревом времени нарекут его имя Эммануил. Не мог взять Иосиф, отец, муж Марии, он Иосифович, но не мог взять фамилию, потому что он из колена Давыдова. Фамилия Яковля. Вот у нас Яковля. Вот у тебя какая фамилия? Божественная. Яков. Авраама Сатьяков. Он говорит, у меня Божественная. Англова спрашивает, а какой ты националисты? А такой же, как мой Господь. Явлений. Я почему говорю? Мы все время забываем очень важно. Вы говорили, эту тему поднимали. Вот вам же не обращается огненный. Нет? Я огненный? Да. Ну вот Андрей, я же не обращаюсь к нему, храбрый. Он Андрей. Знаете, на латинском огненный. Огненный. А по-гречески неведомый, незнакомый. Да, я почему говорю? Вот кто знает, что самый знаменитый апостол католический Петр? Это его огненный, это камень. А как его нарек? Огненный нету там. Камень. Нет, камень, Петр. А огненный, это Серафим, и Игнатий. Но было так, когда начинается Евангелие от Анатана, там говорит, Иисус увидел его, Симка бегает, Симон, и нарек его имя, как Кифа. Который, вы будешь, означает, камень Петр, то есть огненный, Игнатий, а имя-то Игнатий, а значение огненный. А почему мы не называем Кифу? Апостол Петр, который Кифа, и он основной. Он у нас Андрей, только он храбрый. У нас почему-то значение берется, когда мы говорим о Христе, имя нарицательное, Машиах, это помазанник, но это никак не личное имя. А понимаете, что такие? Игра, Машиах, это Антихриис, это Мессия, значит. Мессия, да. А ведь он же, ведь... Ше. А кто знает, как написано Иегова? Вы разделите по словам ставки Ше, и будет глагол Шу, Иегова спасает, Ешуа, Яхва, Иегова, если разделить, ставить Ша, и по-юбейски будет, мальчик, который Иисус Христос, Ешуа, но мы же его так и называем, а он, Мануил, так он нашивший пророк или нет? Если говорить, это Мануил, нет, Завзору говорит, по сути дела, переводится, с нами Бог, так он с нами Бог и есть. Ну да, то есть это самая перевода. А так его звали, когда он мальчиком? Назвали Иисус, его так и звали Иисус. А не Ешуа? Нет. А потом, когда родится там ребенком, а откуда-то шестую главу, как они говорят, Шаш, Магеш, Шаш. Это четыре слова надо. Исайя, шестую главу. Ему говорит, защнешь ребенка, возьми, и считай. С самого начала? Ну, что-то где-то, Шаш, Магеш, Бас. Пересадь. Это не Шаш, Магеш, Магеш. Как еще? Просто хотел сказать, что есть значение, есть имя. Вы же ко мне обращаетесь, к Алексею. Алекс, защита. Шаш, Магеш, это Шаш, Магеш. А на самом деле, Алексей. Вот. Вызвать имя. Так, как назовешь, смотри. Назовешь сына, Магеш, Шалал, Шаш, Бас. Чересчерточку. Перевод дается, как? Спешит, грабеж, ускоряет добычину. Это его имя такое. Вот мать пишет, спешит, грабеж. Может быть, Хаша, смотришь. Алексей, ты спрашиваешь, почему именно по значению мы друг друга не зовем? Почему вас называют Игнатья? Александр, Алекс, Андрогин, Андрогенный признак. Мужчина. Защитник мужчин, Александр, это значение. Но мы обращаемся с Сашей Александровым. Игнатьев, он не обращается, он огненный. Ну, отвечать надо. Держать ориентир туда. Я когда-то по радио когда вел передачи и стал объяснять имена. И Борис, несчастное имя для России, там Бориса убили. И стал объяснять, как раз Дзюганов, тогда был только избранный, Геннадий. Мне звонки пошли. Да, наконец-то, вы из Дзюганова хорошие слова услышали. Я говорю, я услышал. Ну, вы сейчас объясняли Геннадию. Я говорю, я вообще объясняю, я спятой Геннадий. Нет, вы о Дзюганове говорите. Вот так. У меня какой-то маленький стоит, как родит. 40 Владимиров вокруг меня. 40. Которые в моей жизни приняли участие. По 10 Владимиров с каждой стороны. Так, все-таки к апостолу Петру Господь как обращался-то? Вот как он обращался? Симон? Симон. Я называю как Кифа. Симон Ионин. Ионин отец. Да, Ионин. А он его камнем нарек. Так его звали-то как все-таки свои близкие? Ну, это по смыслу, что он твердый креп. Он говорит, Симон, Симон. Сатана просил, прямо говорит, сядь как пшеница. Симон, Симон. И говорит, Петр, Петр. На всем камня я созиджу церковь. Ты Симон, сын Ионин. На всем камня я созиджу церковь. То есть, его все назвали Симону, а... на немецкий, по грезке Шима. Да, а так вот Петр, как Господь ему дал. Это образец перевода дал камень. Вот, например, сейчас вот человек крестится, ему другое имя дают. Но обычно зовут его по тому имени, которое у него было прошлое. Об этом речь, вот Алексей как раз говорит. Ну, да. Вот Алексей, это помощник. Не защитник, защитник, это Александр. И он мне помощник, лучший помощник. Два дня, он бьется своим, и заработал, так я уже все, опять двух часов, и уже все размолодил. Вчера у меня вдруг отказала, мышка работает, погасла. Что он будет делать? А он ничего не делал. Вышел, пыль сдул, смотрел по боку, его заработало. Я думаю, что же я сам-то не мог это сделать? А что я сделал? Я коснулся, и в него же жег. Ой, да не буду никогда лезть туда. Только ушел, все нормально. Я иду и слышу, там сигналы какие-то страшные дают. сам процессор видимо там. Я только открыл, она мигнула, исчезла. Мертвая мышка. Алексей, все опять не работает. Он приезжает к тещи, а больше у меня живет. Ай-яй-яй. Ну все, хорошее было. Занятие. Во славу Божию. Видите как. Даже Алексей нас посетил. Это не просто. Кто знает. А кто знает, в праечестве Сталина был один человек, один из самых умных. Звали его Алексея. Кто это такой? Сын. Царя Николая. Говорят, сын царя Николая. Говорят. Кто? Ну... Был такой человек. И он все время сидит, и когда его не захватили, мы в фильме брежем. Как у вас здоровье-то? Да хорошо, Иосиф, представитель. Что может быть хорошим? Это... Или там... Ельцин, или кто там это время был? В семьдесят с лишним лет-то. И когда он умер, да, это как раз и Ельцин. А... Жена попросила, чтобы город... Всех городов не хватит. А он ходил все время в Галоши. Вон Галошиную фабрику, именем его назвать. Галошиная фабрика, именем Косыгина. Он главный экономист был. Зинь, говорит. Поместей. И он нигде не вмешивался, ничего. План распланировал. Сколько чего, должно быть все знал. Только не знал, что поля пустеет. Агрономы на поле ставили заостренную палочку, а утром приходили, замерили, сколько земли снесло. Чуть видно было. Пыльные бури были. И унесло примерно за 3-4 тысячи километров. Миллионы тонн самого плодорода. Лесополос-то не было, а распахали. А если бы делали, как Игорь, прям по стегне-то, не было бы пыльных бури. Но не знали. Какая-то вышла книга, насчет этого. Какое-то горе или беда. Ну, американец какой-то, фермер выпустил. Горе или беда этого фермера. Не надо это делать было. Сеять надо было, как сейчас Игорь делает. С те дня они убираются. Он ее молотит, и она в удобрение идет. Машина сзади у него стоит, тут такая, режет. Ну, и не все сразу знали. А тогда выйти нельзя было. Днем, как ночи, буря. И вот эти вот лесополосы засадили. Она дотягивалась. Все, а тут, а разбег это набирает. И опять погасло. Как садили, бочками воду поливали воздельными лошадями. Я все хотел узнать, сколько посадили, и я не нашел. Сколько деревьев. Бывают пятикрядные. Береза, вот там воробу подержащих лен, береза, тополя. А вот как только заезжаешь, тут первое поле, ну, вот как свердешь, вот деревья это. И там, где-то полоса, далеко видно, и все засохли деревья. Можно деревья пилить на дровах. Полностью засохли. Видел? Ну, что-то же есть. Как они могли себе так засохнуть? Там грибы растут. Сгорели, наверное. Сгорели, говорят. А? Сгорели. Сгорели. Да. Ну, да. Если так, то одновременно. Как они могли? А сейчас она вновь, а вновь там горел, даже сок не пошел. Правильно. Ну, что? Все у нас. Тошки. Ну, да. Господи, да. Сгорели, сякова истину, вложи, дитя, Богородицу, близко блаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без правления серафим, безвыстрения Бога славу хорошую, сущую Богородицу тяги и чаянию. Юрий, погладайте Бог, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарим Тебя за Твои великие милости, что Ты даешь нам через наставника Игнатия Тихоновича опыт, толкование, назидание, доставление. Благодарим Тебя, Владыка, небо и земли, за Твои превеликие милости, за это мирное небо, за эту возможность собраться вместе и воспринять те благие доставления и доводы всякой душе и сердцу на пользу. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!